Всем большой привет! Начинаю новый арт-влог и не с простого места, а с выставки коллективной, где есть и моя работа. Мы сейчас находимся в Софии Киевской, это одна из самых ценных культурных памяток Украины, Киева. Обязательно сюда придите, кто здесь не был. И в Браме Забаровска здесь проходят коллективные выставки на основе софиевского планера, который проходил в сентябре этого года. Все желающие могли приехать порисовать в самой Софии, и после отборочного тура там можно было уже стать участником выставки. В общем, мою работу отобрали, сейчас я вам покажу все картины, которые здесь есть, и какая у меня картина. И также мы пойдем на вторую выставку, которая здесь находится рядом, там тоже была моя картина, но о ней я расскажу немножечко позже. Так, смотрите, какие здесь картины, здесь есть и детские работы. Вот, например, как в перемешку, здесь немножко детские. Школа искусств рисовала. Вот, например, вот это, вот это, это все рисовали дети. Также есть немного фотографий. Любая техника исполнения. Вот, например, нарисована елеевыми ручками. Это с маслом. Это маркерами нарисовано. А вот и моя картина. Маленькая миниатюра 20 на 20. Вот видите, подпись, и вот сама картина. В этом зале тоже много красивых работ. Мне очень понравилась вот эта вот акварель Юлана Чуйковска. Очень красиво. Мне очень понравились вот работы. И Валентина Ермоленко. Очень мне нравится такое масло. Конечно, у него большой формат. Я писала совсем на маленьком, потому что у меня не было времени с Тимуром писать большой формат. А я рисовала вживую. Вот чудесно. Сейчас напереду на атмосферу Софиевская. Такого парка. Классно. Вот есть, например, тоже аматорские такие картины. Фотографии опять. Само здание очень красивое. Брама Зборовского. Обязательно приходите. А вот и афиша этого мероприятия. Выставка о творе участники в Софиевского пленера. Так, всем еще раз привет. Мы уже во второй галерее, которая называется Портал 11. И здесь проходит выставка номинантов конкурсов Портал 11. Сейчас вам покажу всех участников. Галерия очень уютная, очень красивая. И покажу сейчас все работы. Так, вы можете прочитать, как собиралась эта выставка. Так, что было прислано 120 заявок и отобрано 11 номинантов для получения специальной премии. И сейчас посмотрим все работы. Смотрите, это такая интересная работа в технике коллажа. Это работа Андрея Чижова. Моя самая-самая любимая. Я ее впервые увидела, мне она сразу понравилась. И вот эта вот картина, это уже моя. Вот подпись. Здесь концепция. И вот сама картина. Здесь еще одна интересная работа с зеркалом внутри. Евгения Артамонов. И последние три очень интересная работа. Это Дмитро за зерком. Вот для меня Тимур. Поэтому интересные звуки будут рядом. Она очень большая, очень объемная, очень тяжелая. Вот в такой интересной технике смешанной. Здесь такой вот замочный ключ Астин Рэй. Работа очень большая и очень интересная. А следующая работа у нас с инсталляцией. Здесь можно смотреть и видеосюжет. И, в общем, сначала художник снимал, как шарики прыгают по вот этому пространству. И снимал, что ни один путь не повторяется. И потом их как бы показал в краске. Что у каждого свой путь в этом мире. И сделал вот такую вот интересную композицию. Сейчас мы приехали еще на одну выставку в Art App Hall. И здесь приходит совместная выставка трех художниц. Значит, первая это Адарка Арт. У нее такие поп-артовские картины. Вот так вот пишется ее имя. Может, это посмотреть кому интересно в интернете. Сейчас я покажу некоторые работы. Вот сама художница. И вот ее красивая картина. Это, смотрите, уже вторая художница. Лиз Мария. Это уже ее картина. И на ней, кстати, все подписано в инстаграме. Очень приятно попасть на их выставку. Называется она «Траш, траш, траш». Посвящена эко-теме. И Татьяна Журавель. У нее вот такой супримитивизм. Я не знаю, как это называется. Техника точно. Тут такой арт-перформанс. Есть. И вот такие вот интересные картины, которые подсвечиваются. Подсвечиваются. И еще пару работ. И вот сама тоже автор. Журавель. А, это Крики Адт. Еще четвертая художница. Субтитры создавал DimaTorzok